День народного единства – один из самых молодых государственных праздников России. Однако события, которые мы вспоминаем 4 ноября, произошли очень и очень давно. Он посвящен подвигу народных ополченцев под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, освободивших в 1612 году Москву от польских интервентов. Это событие положило конец Великой Смуте. Также почти 400 лет Русская Православная Церковь чтит в этот день Казанскую икону Божьей Матери, которая по преданию помогала ополченцам. Съемочная группа Восьмого канала вышла на улицы города, чтобы узнать, как жители Владивостока относятся к данному празднику. Что для вас значит День народного единства? Я думаю, что это праздник, который объединяет людей, живущих в нашей стране, любящих свою страну, свою родину, понимающих, что такое родина. День народного единства. Все мы знаем, этот праздник появился относительно недавно по историческим меркам, но тем не менее, я считаю, это один из немногих праздников, который как никогда нужен нашему сегодняшнему обществу в наше непростое время. Праздник названия говорит само за себя. Это праздник, который объединяет народ, независимо от их национальных, религиозных принадлежностей. Мы все россияне. Для многих россиян День народного единства – это символ сплоченности, согласия и подлинного патриотизма. А что бы могло стать современным символом этого праздника, на ваш взгляд? Ну, поскольку это народ, да, и единение, возможно, через соприкосновение, возможно, это как-то символ рукопожатия. Это такая гармония, когда все люди в каком-то единстве в одном идут направлении, одинаково мыслят, одинаково что-то созидают. То есть, я только за единство. Символ – это отношения друг к другу, это связь друг с другом. Сам символ этого праздника – это наш народ. Во многих городах в этот день проводятся праздничные концерты, благотворительные акции, спортивные мероприятия, шествия. А как нужно праздновать этот праздник? Как бы вы праздновали его? Я этот праздник буду праздновать со своей семьей, в кругу семьи. Что-нибудь хорошее сделать для своего города, или для двора, или даже для подъезда. То есть, принести какую-то пользу своим людям, с кем ты живешь. А единство народа и есть сила страны. Анна Дьякова, Ксения Быкова, Степан Скляров. Новости на Восьмом.